Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины и описание этих картин. Давид играет на арфе перед Саулом. Николай Петрович Загорский. Стата создания 1873 год, 124 на 180. Находится в Государственном русском музее. На картине представлен юный Давид, играющий на арфе, в окружении небольшой группы слушателей, царя Саула, его дочери Милхолы и пророка Самуила. Загорский изобразил момент, когда встретились два израильских царя. Саул формально еще оставался правителем, но за гордость и свою волю утратил благоволение Божие. В это время Давид, совсем еще юный музыкант и поэт, был помазан пророком Самуилом на царство за свое терпение и благочестие. По своей натуре робкий и добродушный он еще не открыл свое избрание Саула. Художник очень мастерски передал противоположные типы двух правителей. Зрителю сразу же бросается в глаза противостояние Давида и Саула. Они показаны антиподами, на что указывает расстановка фигур, где два персонажа находятся друг против друга, а также их позы, жесты и выражения лиц. Из библейского предания известно, что Саул, лишенный благодати, страдал приступами черной меланхолии и успокаивался только тогда, когда Давид приходил, пел для него псалмы. Саул часто злился на юношу, и это состояние сумрачной меланхолии, едкой желчности. Зависть изображена в образе Саула, который полулежит в кресле, но никак не может расслабить. Рука сжата в кулак, выражение лица мрачное, напряженное. Совсем по-иному изображен Давид, в котором чувствуются одновременные кротости и глубокая духовная сила. За его спиной мы видим щит, символизирующий и грядущие победы над Голиафом и твердость веры будущего царя-предводителя народа. Младшая дочь Саула Милхола, темноволосая девушка с нежными чертами лица, с огромными бархатистыми глазами, печально смотрит на Давида. Она в него влюблена, но боится об этом сказать своему отцу. Она трепещет от страха и ужаса. И это заметил Саул. Снидаемый злобой, он хочет отправить жениха на верную смерть. И уже в голове его зреет коварный план послать хрупкого юношу на войну с филистимянами, которые наводили ужас над своих соседей, уничтожая все на своем пути. Очень интересен на картине и образ пророка Самуи. Праведный старец стоит, скрестив руки на груди, явно испытывая скорбь из-за отступчества Саула. Художник мастерски передает психологическое состояние героев, представив их в тени шатра, на фоне выжженной солнцем пустыни. Прохлада и сжигающий жар символизируют характеры Давида, кроткого и тихого, и Саула, злобного, гневливого, с иссушенным, бесчувственным сердцем. Между ними Самуил, выступающий в роли арбитра, и Белхола, с надеждой, взирающий на своего жениха. Наполняют психологические портреты, фрукты, кубок прохладным вином, прозрачные гроздец, пилы винограда. Но никто не смотрит на угощение, все персонажи погружены в свои собственные мысли. Эта напряженность чувствуется в воздухе, в раскаленном зное, заставляя зрителя быть живым свидетелем происходящей драмы. Надо сказать, что картина была написана художником во время обучения в операторской академии художеств, и из-за своей работы выпускник получил малую золотую медаль. Вот так вот немного описание работы Загорского Николая Троевича «Давид играет на архив перед Саулом». Текст с сайта Азбука Искусства. Пока-пока, до свидания.